Малый бизнес получит новые заказы. Крупные компании могут обязать закупать часть товаров и услуг у небольших предприятий. Такую инициативу опубликовала Федеральная антимнопольная служба. Если будут приняты соответствующие поправки, доля таких закупок должна будет составлять не менее 10% от выручки. Но если оборот не дотягивает до 7 миллиардов в год, то ограничения такой компании не коснутся. Бизнес-сообщество восприняло эту идею неоднозначно. Как заявляет председатель деловой России, некоторые компании на все закупки тратят менее 10% оборота. В этом случае требование может оказаться невыполнимым. С другой стороны, малый бизнес реагирует позитивно. Проект должен быть доработан до 30 ноября. Авторынок не выдерживает натиска. Производство легковых машин в России может сократиться почти на четверть. Грузовые авто тоже будут реже сходить с конвейера. Их выпуск уменьшится чуть менее, чем на 20%. Такой прогноз озвучило Федеральное министерство экономического развития. По данным ведомства, такая тенденция сохранится и в следующем году. Прирост производства, если и будет, то минимальный. Тем временем, лидер отечественного автомобилестроения, компания «АвтоВАЗ» намерена сохранить ценовую политику. Глава этого предприятия запретил дилерам скидывать цену на новую «Ладо Веста». В целом, рынок просел, говорят эксперты. Но это не мешает дилерам открывать новые точки продаж. За прошедшую неделю в стране открылось около десятка автоцентров. Россияне на фоне роста цен на продукты стали реже питаться вне дома. Исследования, опубликованные в газете «Коммерсант», показывают значительный спад посещения баров, кафе, ресторанов и ночных клубов. Больше всех это ощутили владельцы кофеин. В этом году они потеряли 63% клиентов. Японские и итальянские рестораны чуть больше 30%. В бары в этом году не пришли почти половина оброшенных россиян. Существенные потери несут и ночные клубы. От походов туда отказались 62% респондентов. Но и те, кто все же продолжают посещать заведения общепита, стали экономнее. Рестораторы отмечают, их клиенты все чаще отказываются от десерта и вина. Денег нет и летать нельзя. Эпопея со второй крупнейшей авиакомпанией страны все-таки закончится печально. Теперь признать трансаэра банкротом просят уже не кредиторы, а собственное руководство. С понедельника перевозчику запрещено летать. Самолеты вывозят за рубеж на инспекцию. Это происходит из-за того, что Росавиация аннулировала так называемый сертификат эксплуатантом. Не помогла даже сделка с авиакомпанией «Сибирь», на которую так надеялись кредиторы. Неделю назад этот перевозчик выкупил контрольный пакет трансаэра, после чего акции последние взлетели до небес. Менее чем за сутки они выросли в цене почти в три раза. Сейчас акции возвращаются к старому уровню, а сама авиакомпания вынуждена отменять по нескольку десятков рейсов каждый день. Ситуация на рынке авиаперевозок сказалась на ценах. Средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы выросла на 8%, сообщает коммерсант. Таковы данные за 10 месяцев этого года. Зарубежные направления подскочили в цене еще более стремительно, как минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали билеты в страны дальнего зарубежья на 30%. А самым популярным международным маршрутом оказался Тель-Авив. Если приходится переплачивать за авиабилеты, россияне выбирают безвизовые страны. Так можно сэкономить на госпошлине. Рынок уже отреагировал на рост цен. Россияне отказываются от поездок за рубеж. Объем международных перевозок упал почти на 14%. Аэропорт Анапы прошел инвестиционный отбор. Модернизация воздушной гавани курорта включена в программу господдержки. Всего на эти цели потребуется около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. На эти деньги под Анапой построят новый аэровокзальный комплекс для внутренних рейсов. А уже существующие здания переоборудуют в международный терминал. Работы планируется завершить через год, в третьем квартале 2016-го. В результате пропускная способность аэропорта должна вырасти почти в два раза. Этот проект единственный из Краснодарского края, который попал в список Минэкономразвития. Помимо него господдержку получит еще 10. Тепличные шампиньоны будут выращивать в Кореновском районе. Компания «Русский гриб» инвестирует в производство 600 миллионов рублей. Предприятие планирует выращивать 20 тысяч тонн грибов в год. Сейчас предприниматели ведут монтаж теплиц, склада и цехов, а также готовят пожарный водоем. Работы планируется завершить в течение двух лет. На Кубани уже работают несколько предприятий по выращиванию грибов, в основном специализирующихся на шампиньонах и вешенках. Валютные качели продолжаются. После уверенного роста рубля в конце прошлой недели иностранцы взяли инициативу в свои руки. Доллар вырос на 57 копеек и обойдется теперь в 62,5 рубля. Европеец подрос чуть менее значительно. Курс от Центробанка 69 рублей 1 копейка. Продолжение следует...